Смех даже после падения. Хорошее настроение, друзья и дети. Горнолыжный сезон в Девногорске официально открыт. Начало сезона серым, как небо и снег в этом году быть не должно, поэтому организаторы устроили уже традиционные игры отморозки. И тут же ярмарка со вкусняшками, игры для детей, хороводы и даже кёрлинг для всех желающих. Но главное, конечно, это возможность прокатиться с ветерком по трассе. Склон нормальный, учитывая условия, в которых мы находимся. У нас внезапно в Сибири снег стал дефицитом, вот уже третий год, поэтому довольно неплохо всё. Достаточно неплохо, явных камней нигде не торчит, это самое главное. Однако немало туристов приехало сюда именно, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Командам надо пройти несколько испытаний. Это и бег на лыжах, и спуск на снега Кати, и даже эвакуация на санях. Несмотря на позитивный настрой, соревнования оцениваются строго. Владимир, расскажите, что за соревнования? Опа, давай бегом! Это всё в духе соревнований? Сергей, вот это штраф. Понял. Штраф 30 секунд. Да, это в духе соревнований, потому что это, так скажем, первоначальный слоган мероприятия был не Олимпийские игры. Соответственно, мы хотим, чтобы данный турнир, данный фестиваль привлёк к тому, чтобы люди больше занимались активными образами жизни. То есть зима, говорят, время, как сказать, угрюмности, плохого настроения. Но это не так. Зима – это классно, это позитивно. Зимой всегда есть чем заняться, поэтому катайтесь, увлекайтесь. Отдыхающих в Девногорске в зимний период с каждым годом всё больше. Сейчас готовятся к наплыву туристов, ведь зарубежные курорты стали менее доступны. 2000 человек в день, столько в среднем приезжает людей на мероприятия. Отель возле трассы вмещает 70 человек. Немного, ну и, как правило, приезжают на выходные. Звёздности у отеля нет, но владельцы стараются держать сервис на достойном уровне. Мы ждём здесь достаточно серьёзный, мощный поток туристов и готовы предложить им не только размещение, питание и так далее. Мы готовы предложить им, прежде всего, хорошее настроение. Для собравшихся здоровый образ жизни – это не только красивая идея. Даже гости мероприятия после напутственных слов сами берут в руки лыжи. Здесь внимания следует уделить идее, что собрать и объединить разного рода людей в одну большую сплочённую команду, для того, чтобы выходной день провести, как уже правильно отметили участники, время не на диване, а на горе, либо где-то в лесу, либо ещё где-то. А сами вы сегодня встанете на лыжи или на доску? Обязательно. Закончилось всё невероятным файер-шоу. Сезон официально открыт, Дивногорск ждёт гостей. Места хватит всем. Димит Лабушев, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.